Всем привет! С вами снова Лев. Одно из достопримечательных таких занятий в Ижевске в летнее время это прогулка на катере от набережной Зодчего Дудина до Воложки. И вот сейчас сегодня такой погожий, приятный день. Мы с дочкой отправляемся в такую прогулку. Припарковались каким-то чудом прямо рядышком в пристани. Вот он наш катер. Бывалый, с советских имен он как плавал, так и плавает. Называется он Москва-117. Сейчас мы на нем поклубим с вами. Проплываем Ижевский пляж. Три часа на Воложке можно будет убирать с вами. Мама! Мам, и скат! Посмотрите, как я буду. А вот с этой точки я снимаю закаты. За парком Кирова есть местечко такое, где берег укреплен камнем. Там очень здорово встречает закат, пролазать солнышко. Поплывать скоро будем мимо Соловьевских дач. Так двигаемся в сторону Воложки. Благополучно добрались до Воложки. Вот он наш катер сзади. Стоянка 15 минут. И потом в обратном направлении плывем. Как я и сказал, стоянка 15 минут. Но это если вы именно на катере только прогуляться хотите. Но часто люди берут с собой еду и остаются здесь некоторое время. И следующим рейсом обратно устраивают пикник. В общем-то тут достаточно такое комфортное место. И покупаться можно. Пляж есть. Волейбол тут поиграть можно. Наш катер на фоне цветущих кубышек. Вот желтенькие цветочки такие. Если будет видно. Из того, что еще можно упомянуть достопримечательного на Воложке. Это мост через реку Иш. Пешеходный мост. Там вдали виднеется. Достаточно симпатичная конструкция. Ну и в принципе вот так вот отдохнуть от города. Из самого центра Ижевска можно переплыть сюда на катере. Погулять здесь. Есть здесь прокат лошадей. Кстати, вот на Воложке тоже. Можно найти через интернет и вконтакты. Короче говоря, можно себе тут досуг достаточно интересно устроить. Подходит время отправляться обратно. Народ тихонько возвращается. На катер. Кое-какая торговля здесь присутствует. Можно что-то купить. Мороженое, шашлык, соки, воду и так далее. Мороженое, шашлык, соки, воду и так далее. Единственная остановка по пути следования. Это бульвар Воскресенского. Место недалеко от дворца пионеров. Мы тут часто гуляем. Смотрим, как сюда катер причаливает. Ну, а сейчас вот мы сами причалили, накатили. Тут всегда много уток. Можно их тут кормить. Ну и чайки вылетают. Вернулись в город. Снимаю совершение видео на фоне памятника. На фоне памятника Дерябину. Это строитель Бежевского оружейного завода. Мы находимся сейчас в набережной Зодчего Дудина. Как я говорил, откуда и стартовал наш маршрут, наша прогулка. Здесь ограждения все в замках. Есть такая традиция, вы ее знаете. Тут даже деревья. В сумме прогулка заняла у нас порядка двух часов. По стоимости взрослый билет обошелся 130 рублей. Это, соответственно, в одну сторону. Ну, в обе стороны получилось 260 рублей. Детям до 7 лет бесплатно. Те, кто старше 7 лет, соответственно, 65 рублей стоит билет. Рекомендую брать с собой какую-то одежду. Даже вот когда отчаливали, было солнышко. По пути, соответственно, облачка появились, ветер поднялся. И куртку, которую я взял, она, в общем-то, пригодилась. Так что, имеет смысл все-таки об этом тоже подумать заблаговременно. Ну что ж, на этом видео завершаю. Если кому-то оно было интересным, ставьте палец вверх. Делитесь им в социальных сетях, если это уместно. Ну а с вами был Лев из Ижевска, из Удмуртии. Всего доброго. Пока-пока.